Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. 1 июня у чтинцев было несколько поводов для радужного настроения. День защиты детей, Забайкальский кинофестиваль и грандиозные события, в котором Чита участвовала впервые. Это Red Rocks Tour. Red Rocks проходит в рамках культурной олимпиады Сочи 2014 при поддержке Сбербанка. В прошлом году к нему присоединились 20 российских городов. В этом году в плане 17. Чита стала третьим городом в победоносном шествии по России. Специально для того, чтобы выступить перед чтинцами и исполнить вместе с ними гимн болельщиков Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014, в столицу Забайкальского края приехали группы «Индис», «Ночные снайперы» и «Найк Борзов». Несколько дней специально для этого грандиозного шоу на площади имени Ленина возводили огромную сцену и устанавливали аппаратуру. Вся Чита замерла в предвкушении. И вот, наконец, день Икс настал. Открыли концерт музыканты группы «Индис», пока еще не слишком известной забайкальцам. Но после концерта поклонников у нее, несомненно, прибавится. Гутуба представила свой последний сингл, на который совсем недавно был снят клип. Подхватил волну «Найк Борзов» – один из самых запоминающихся исполнителей российской эстрады. Не помешал наслаждаться музыкой даже кратковременный дождь. Ну и, конечно, группа «Ночные снайперы». Она исполнила давно любимые чтенцами хиты. Найк Борзов Кроме музыкальной части, в этот день на площади развернулись различные площадки активности. На больших красных буквах, которые составляли надпись Red Rocks, членцы писали свои пожелания российской сборной. Мария Шестакова, Анна Кулигина. Специально для Забенфору.